Тем, кто решил отметить Рождество вне дома, повезло с погодой. Относительно теплый ветер и мягкий пушистый снег поспособствовали тому, что на Лазутинке собралось довольно много людей. А те, кого мороз все же одолел, отогревались в здании администрации парка, где и была организована встреча со священником. Я с радостью воспринял эту идею, потому что любая возможность как-то встретиться с людьми, тем более в такой праздничный день, ну, мне, по крайней мере, вызывает чувство радости. Было, конечно, и немножко волнительно, потому что я не знал, как это будет все происходить, но мне кажется, сегодня все прошло очень хорошо. Что произошло 2016 лет назад? Как родился Христос? Почему так важен этот праздник? Об этом и многом другом рассказал отец Иоанн. Он вел активный диалог с гостями, каждый из которых мог задать интересующий его вопрос. Не обошлось и без чаепития со сладкими угощениями. Идея провести встречу именно в таком формате принадлежит креативному директору парка Элен Коваленко. Ей удалось создать уютную атмосферу, благодаря которой встреча получилась очень душевной. А в конце вечера для гостей выступил творческий коллектив «Дети солнца». У большинства гостей после беседы с отцом Иоанном на душе стало тепло и радостно. И этими чувствами они поспешили поделиться с другими. Всех поздравляю с Рождеством, желаю всем любви, мира и добра. Желаю всем всех благ, добра, счастья, мира. Я передаю своей маме Анне Сергеевне привет, желаю ей здоровья, чтобы у нее в этот праздник выздоровел мой братик маленький Илюша, чтобы он не болел больше. Чтобы было всем весело и все здорово. Эта встреча помогла гостям не только прикоснуться к истории праздника, но и погрузиться в его неповторимую атмосферу, добрую и светлую. Дарья Киреева, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».